Котенок Сингапура стоит недешево, иной раз цены доходят до 30 тысяч рублей, но мне этот малыш достался всего за 500 рублей, так как я купила его у цыганки. А все началось с того, что я у подруги увидела котенка и захотела, чтобы у меня тоже был питомец. Конечно, можно было бы купить его через интернет, но мне как-то приятнее выбирать животных на рынке. Своего попугая Кешу я тоже покупала на рынке и осталась довольна. Несмотря на то, что попугай волнистый, я научила его даже разговаривать. К сожалению, я живу в маленьком городке, и мне пришлось ехать на рынок в другой город. Я поехала в субботу, чтобы выбора было больше. Хочу сказать сразу, что я не собиралась покупать породистого котенка, так как они очень дорогие, но я знала, что обычных котят на этом рынке отдают даром, либо за копейки. Единственное, что я хотела, это чтобы была кошка, а не кот. Мне кажется, что они более ласковые. Приехала я на рынок в 10 утра. К этому времени там уже было много и продавцов и покупателей, и это не могло не радовать. Я целый час ходила по рынку и выбирала котенка. Все нахваливали своих питомцев, но на удивление простых котят не было. Точнее было пару котиков, но один был уже взрослый, а второй черного цвета. Такие варианты мне точно не подходили. Я решила пройтись по второму кругу и заметила женщина, она была цыганка. Она тут же начала мне предлагать своего котенка. Котенок был очень симпатичный и обычный, действительно в нем ничего особенного не было. В принципе это было то, что мне нужно. Я спросила цену, и она мне сказала, что хочет за него одну тысячу рублей. Я удивилась. И тут цыганка мне стала доказывать, что это котенок Сингапура. Какого Сингапура, сказала я. Такие котята стоят десятки тысяч, и уж точно цыганка не продавала бы его за одну тысячу рублей. В итоге мы начали с ней спорить. И в какой-то момент она сказала, если нужен котенок, то забирай его за 500 рублей. Я согласилась, ведь мне нужен был простой котенок, просто я хотела ей объяснить, что нехорошо обманывать людей. В итоге я уехала домой с котенком. Это была девочка, и назвала я ее Ванесса. Но мне долгое время не давали покоя слово цыганке, что это котенок Сингапура. И в один прекрасный момент я решила это выяснить. Я спросила у подруги адрес хорошей ветеринарной клиники, где работают хорошие специалисты по определению пород. И уже на следующий день мы с котенком были в кабинете у ветеринара. Там мне сразу сказали, что это котенок Сингапура, я не поверила тому, что услышала. Мне сразу стало стыдно за себя, ведь я так спорила с той цыганкой, а она, оказывается, меня не обманула. Мне ветеринар рассказал очень много полезной информации про эту породу. Оказывается, Сингапур самая маленькая порода в мире, но несмотря на свои неприметные размеры, это кошка-животное с сильным строением тела и хорошо развитыми мускулами. Несмотря на небольшой рост и, казалось бы, хрупкое телосложение, они сильные, что может удивить тех, кто судит о них с первого взгляда. У Сингапура прямоугольный торс с хорошо развитой грудью. Его голова небольшая, с довольно плоским лицом и сильным подбородком. Выемка подушечек усов подчеркивает характерное лицо сингапурца. Этот котенок любит тепло и нежность своего хозяина, это настоящий питомец. Свернувшись в клубок и прижавшись к человеку, он наслаждается заслуженным отдыхом. Также они любят веселиться. Хотя они самые маленькие среди породистых кошек, это не значит, что они менее подвижны. Они могут сделать игрушку из всего, что попадется им на глаза. Обычно эта порода довольно спокойная, но это не значит, что они весь день сидят без дела. Но как и другим кошкам, им нужно время для отдыха между сумасшедшими вспышками. Для них естественно восстановить силы после фазы физической и умственной активности. Сингапурский котенок может заинтересовать многих, и его любопытство часто приводит к ситуации, когда ему придется проявить изобретательность, чтобы выбраться из кошачьих проблем, в которые он попал. Но как бы там ни было, мне этот котенок очень нравится. Сейчас моей Венеры около трех лет. Она необыкновенно красивая и умная кошка. Котенок Сингапура – это лучшее, что было и есть в моей жизни.